Я бы хотела немного подробнее рассказать о своем втором образовании, для того, чтобы была понятна тема, которую я выбрала, и подход, который мы будем использовать для того, чтобы эту тему рассмотреть. Итак, тема формирования учебного поведения или как научить ребенка учиться. После того, как я начала практиковать в качестве логопеда и олигофрена-педагога, я около 10 лет, наверное, работаю уже в достаточно крупном медицинском центре, расположенном на Урале, и специализируюсь на работе с детьми со сложными структурами дефекта. То есть это дети, у которых нарушен интеллект, дети с нарушениями поведения и дети с нарушениями речи. И когда я начала практиковать, то оказалось, что как работать с интеллектом и с речью меня учили. А вот как работать с поведением, как сделать так, чтобы ребенок, который приходит на занятия, сел, начал выполнять инструкции, начал вообще слушаться и сотрудничать. Этих навыков мне очень устро не хватало. Поэтому я получила второе высшее образование в Московском институте психоанализа по специальности «Прикладной анализ поведения». Дисциплина эта достаточно новая для России, но она очень распространена и популярна на Западе, особенно в Америке, в Канаде. Что такое прикладной анализ поведения, я достаточно подробно рассказывала на прошлом вебинаре. Он есть в доступе на YouTube-канале «Директ Академии». Можно посмотреть, если вам будет интересно. Итак, формирование учебного поведения или как научить ребенка учиться. Я когда думала про тему этого вебинара, мне очень хотелось поделиться с вами какой-то понятной и конкретной технологией о том, как, собственно, усадить ребенка, условно говоря, за стол. Я думаю, что сейчас, наверное, у всех вас есть в практике дети, которые отказываются сотрудничать или выполнять инструкции педагогов. Это могут быть дети самого разного уровня. Это могут быть условно нормативные дети, у которых, скажем, в семьях нарушен стиль воспитания, такое воспитание по типу кумира семьи, когда ребенку все позволено, взрослые не ставят границы, и поэтому у него уже вторично формируются какие-то поведенческие особенности. Это могут быть дети с нарушениями интеллекта и речи, которым очень трудно выразить то, что они хотят, то, что они чувствуют, и для этого они, скажем, пользуются нежелательными разными формами поведения. В общем, технология формирования, собственно, учебного поведения и, наверное, является основной темой сегодняшнего вебинара. Я надеюсь, она вам будет полезна. Если мы говорим про вообще обучение, то, на мой взгляд, одно из самых главных понятий – это понятие мотивации. Мне очень нравится цитата Элберта Хаббарда. Это американский писатель, философ, который жил в начале XIX века, который говорил, что существуют три важные вещи, которые стоит помнить об обучении. Первая – мотивация, вторая – мотивация и третья – тоже мотивация. Как вообще строится эффективная программа обучения, если мы говорим о индивидуальной какой-то коррекционной программе? То есть мы оцениваем уровень развития навыков ребенка и затруднения, которые у него есть. И выбираем цели работы. Выбор целей работы тоже очень важен с точки зрения формирования учебного поведения, потому что если мы цель выберем неадекватную или высокую для ребенка, у нас высок риск получать отказные реакции. Ну и третья часть – это развитие или формирование мотивации участвовать в обучении. Это тоже является задачей педагога. И если первые две цели, такие как диагностика, формулирование целей обучения, в общем-то достаточно, я думаю, что всем знакомо, и сейчас существует большое количество методических пособий, то, собственно, формирование мотивации к обучению, как правило, вызывает сложности. Основной вопрос, который всегда возникает в этом случае, это, собственно, почему ребенок должен делать то, что мы хотим, чтобы он делал. Как заинтересовать его в том, чтобы он сам, например, захотел сесть писать прописи или сам захотел сесть и делать артикуляционную гимнастику. Что мы можем для этого сделать? Итак, что такое мотивация? Вообще мотивация определяется как процесс, который побуждает человека совершать какие-либо действия для достижения определенной цели. Например, если человек стоит на жарком солнышке, у него может появиться мотивация отойти в тень. Или если он стоит на жарком солнышке, у него может мотивация появиться пойти и поискать холодную воду. То есть мотивация для получения чего-то, она определяет выбор поведения, который позволяет нам получить нужные в данный момент последствия. В приведенных примерах это может быть тень или холодная вода. И если человек достигает желаемого последствия, то есть ему становится комфортно, появляется мотивация поступать таким же образом в сходных условиях. Если, например, вы пошли и нашли холодную воду в холодильнике, то вероятнее всего в следующий раз в этой же ситуации вы опять пойдете искать холодную воду в холодильнике. И я хотела бы процитировать Льва Семеновича Выгодского и Александра Романовича Лурия цитата из книги «Этюды по истории поведения». Если каждый из нас, взрослый человек, сталкивается с внешним миром, осуществляя какой-нибудь потребность и замечая, что эта потребность остается без удовлетворения, он организует свое поведение так, чтобы циклом организованных действий осуществить свои задачи – удовлетворить потребность или же, примирившись с необходимостью, отказаться от удовлетворения потребности. То есть фактически все то же самое, что я сейчас проговаривала. Источники мотивации. В прикладном анализе поведения выделяю 4 основных источника мотивации. Я сейчас очень коротко перечислю, а потом остановлюсь на них чуть подробнее. Первое – это получение доступа к чему-либо. Например, ребенок хочет получить игрушку, которая стоит на шкафу, он подходит, ее просит. Или он берет стульчик, залезает и достает эту игрушку. Второй источник – это получение внимания окружающих. Например, ребенок в классе начинает гримасничать и корчить смешные рожи, для того, чтобы на него посмотрели одноклассники и для того, чтобы стать более популярным среди сверстников. Третий возможный источник – это избегание возникновения какой-либо неприятной ситуации, либо выход из такой ситуации. Но, например, когда вы идете по улицу и навстречу вам идет кто-то неприятный, вы можете перейти на другую сторону улицы, например, чтобы избежать приветствия с этим человеком. И четвертый источник – это получение ощущения от поведения самого по себе. Когда какие-то сенсорные стимулы, которые возникают в процессе поведения, доставляют удовольствие. Например, ребенок строит башенку из кубиков, а потом ее разрушает. То есть ему просто нравится или ощущение того, как он ставит кубик на кубик, или ощущение того, что он толкает кубики, и башенка потом с грохотом рушится. Существует также понятие, как множественные источники мотивации. То есть в каждый момент времени на человека может влиять, у него может быть несколько желаний. Ну, например, конец рабочего дня. Представьте себе, что вы хотите домой, то есть вы хотите избежать работы. У вас есть мотивация избегания, уже в данном случае неприятной ситуации, или затянувшейся работы. Вы можете быть голодны, то есть у вас есть мотивация получения доступа, например, к пище. И, например, вы хотите посмотреть фильм. То есть это будет мотивация получения ощущений, зрительной и сенсорной стимуляции. И поведение в каждый конкретный момент времени будет определяться значимостью различных типов мотивации. То есть то, что для вас наиболее важно в данный момент. Такая мотивация, как получение доступа к предметам или событиям. Когда ребенок чего-то хочет и ведет себя определенным образом, чтобы получить это. И когда он получает подкрепление, он удовлетворяет свою мотивацию. И, как правило, поведение, которое дало ему доступ к этому поощрению, усиливается. Если ребенок не заинтересован в получении чего-то, например, он не хочет пить, или он не хочет в данный момент свою любимую игрушку, то он не будет применять те установившиеся паттерны поведения, которые он использовал раньше для того, чтобы их получить. Мотивация привлечения внимания. Эта мотивация дает возможность человеку получать, например, информацию на других. Если ребенок хочет есть, это мотивация получения чего-то, он, как правило, обращается к маме с просьбой. Вот это будет уже мотивация привлечения внимания. Или если ребенок хочет поиграть со старшим братом, он тоже привлечет его внимание сначала для того, чтобы высказать ему просьбу. Ну и внимание само по себе может становиться предметом потребности и подкрепляться, когда ребенок свяжет его с другими подкреплениями. Многим детям просто нравится привлекать к тебе внимание и становиться в центре внимания. Избегание или избавление от чего-либо неприятного, как подкрепление. Ситуации такого типа называются мотивация избегания. Например, если ребенку наскучило или неприятно по каким-то причинам, скажем, решать примеры по математике, он может встать убегать, убежать из-за стола, он может залезть под стол, он может начать разговаривать с педагогом на какие-то отвлеченные темы в надежде, что прекратится решение примеров наконец-то. И эти ситуации в обучении крайне нежелательны, потому что, во-первых, это мешает ребенку усваивать какие-то конкретные задачи, учебные навыки. Во-вторых, это поведение опасно с точки зрения реакции педагога, потому что если педагог говорит, ну ладно, ты устал, мы не будем больше решать примеры, то есть разрешает оставить задание незаконченным, или говорит, хорошо, эти примеры очень сложные, давай мы с тобой сейчас будем обводить кружочки, то есть меняет на более простое задание или уменьшает количество заданий, то есть высокая вероятность, что это поведение может закрепиться, ребенок запомнит и поймет, что для того, чтобы наконец прекратить неприятную для него деятельность, нужно было, например, залезть под стол или, например, громко закричать. И в таких ситуациях взрослый должен создать ситуацию, когда подкрепляющая ценность его взаимодействия с ребенком больше других доступных поощрений. То есть если ребенку нравится с вами играть и взаимодействовать, если у вас есть важные для него какие-то предметы мотивации, то вы сможете в таком случае эту ситуацию изменить и сделать взаимодействие с вами, получение каких-то подкреплений именно от вас более важным, чем избегание неприятной ситуации. Ну и это такой очень рекомендуемый способ решения этого вопроса. Автоматическое подкрепление. Это подкрепление, про которое я говорила, что оно возникает из-за стимуляции любой сенсорной системы. То есть кому-то нравится ощущение от запахов, кому-то нравится смотреть, как что-то падает, кому-то нравится повторять звуки или слова из мультиков, кому-то нравится пробовать предметы на вкус. Важно, что в этой ситуации ребенок может получить подкрепление сам, без участия взрослого. То есть фактически мы ему здесь не нужны. Он может бесконечно, например, расставлять машину в рядочек, может бесконечно сбрасывать предметы со стола. И важно, что в этой ситуации мы должны предложить ребенку более сильное подкрепление, чем то, которое он получает от своего поведения, для того, чтобы увеличить вероятность участия ребенка в задании. И также здесь очень важно учитывать уровень сложности задания, то есть то, сколько реакций должен выполнить, например, сколько примеров он должен решить, чтобы получить наше подкрепление, или насколько они должны быть сложными. То есть здесь подкрепление от взрослого должно быть легко достижимым. Изменение уровня мотивации. Что вообще влияет на то, что в какой-то момент у нас появляется мотивация что-то получить, что-то сделать или чего-то избежать. Рассмотрим влияние окружающей среды. Ну, мотивация зависит от какой-то конкретной ситуации. Например, если мы с вами только что поели, то мотивация, например, заказать пиццу у нас будет достаточно низкой. Напротив, если еды давно не было, то мотивация заказать что-то в кафе будет достаточно высока. Зависит от прошедших событий. Например, мотивация воспользоваться карманным фонариком, а вот сейчас там при ярком свете солнца у нас крайне низка. Но если вечером в доме погасло электричество, то ценность фонарика увеличивается. Итак, мы с вами проговорили, что изменение мотивации зависит от событий внешнего мира, а сама мотивация влияет на поведение человека. Последствия. Последствия – это результат поведения, который влияет на то, будет ли человек сходным образом поступать в таких же обстоятельствах в будущем. И в момент, когда у человека есть сильная мотивация добиться желаемого предмета, события или результата, он с большей вероятностью будет вести себя таким образом, который помогал ему достичь этой цели в прошлом. Ну, например, ребенок в магазине попросил маму купить конфеты, она не купила. Тогда он громко закричал и упал на пол, и мама конфеты купила. То есть есть вероятность, что в следующий раз ребенок начнет себя вести таким образом, который позволяет ему добиться цели. В данном случае, ну, это вот мотивация получить маму конфеты. Подкрепление – это очень важный в прикладном анализе поведения термин. Подкреплением называется процесс, при котором изменения, которые возникают в окружающей среде в ответ на определенное поведение, приводят к тому, что поведение повторяется. То есть результатом становится увеличение частоты или интенсивности целевого поведения. И всегда, когда у ребенка есть какие-то устойчивые формы поведения, мы должны посмотреть на последствия, на то, чем это поведение подкрепляется, то есть для чего оно происходит. Никакое поведение не происходит просто так. То есть поведение – это энергия, а наш организм энергию просто так не тратит. Он ее тратит для достижения конкретных целей. И процедура подкрепления состоит в создании изменений в окружающей среде в ответ на поведение. То есть если мы хотим, чтобы какое-то поведение повторялось чаще, то наша задача сделать так, чтобы оно достигало своей цели. И поведенческие аналитики используют предметы или события, которые подкрепляют поведение, как поощрение. Важная здесь ремарка о том, что мы подкрепляем поведение, а не человека. То есть мы не подкрепляем конкретного Васю. Мы говорим о том, что Вася сейчас сидел, соблюдал правила на уроке и внимательно смотрел на учителя. Вот это поведение Вася мы и подкрепляем. То есть наша задача сделать так, чтобы это поведение стало чаще. Подкрепление или вознаграждение. Ну я думаю, что, наверное, всем педагогам, работающим с детьми, вообще знаком принцип вознаграждения за что-то, принцип награды. В прикладном анализе поведения между двумя этими понятиями есть разница. Подкрепляющий стимул, он следует за целевым поведением. Это нужное нам поведение, в котором мы заинтересованы. И увеличивает его частоту в будущем. Тогда мы говорим о том, что этот стимул подкреплял поведение, то есть он увеличил его частоту. Награда, она не обязательно появляется вслед за поведением, и она не обязательно усиливает поведение или увеличивает его частоту в будущем. Награда может подкреплять поведение, а может и не делать этого. То есть награда не обязательно имеет подкрепляющий эффект. Например, все мы, наверное, детей хвалим. И по хвалу можно рассматривать в данном контексте как награду. То есть мы ребенка хвалим за какое-то поведение. Каким-то детям это подходит и является для них подкреплением. То есть они начинают чаще вести себя так, как мы… Извините, запуталась. То есть они начинают чаще вести себя нужным нам образом. Если мы похвалили их за какой-то конкретный вид поведения, то это поведение может повторяться чаще в будущем. Есть дети, которым похвала может не нравиться. Например, дети с какими-то особенностями развития эффективной сферы, дети тревожные, дети с расстройствами аутистического спектра. В таком случае, если мы начнем в качестве награды за их поведение и предоставлять им похвалу, их поведение может не увеличиться, а наоборот уменьшиться. Я читала интересные исследования, когда у спортсменов, которые играли в регби, составляли рейтинг за соблюдение определенных правил на тренировке. И в качестве вознаграждения тех, кто попадал в верхние строчки этого рейтинга, переводили в основной состав. То есть они могли играть на поле во время каких-то важных для команды матчей. И был спортсмен, для которого участие в верхних строчках этого рейтинга не явилось подкреплением. То есть он не стал соблюдать правила. То есть для него участие в основном составе команды на каких-то важных матчах не являлось подкреплением. То есть это был случай награды, когда мы даем с нашей точки зрения важное вознаграждение, но чистота поведения или интенсивность поведения не увеличивается. Итак, если мы хотим, чтобы ребенок вел себя определенным образом, то нам нужно обеспечить появление чего-то приятного после желаемого поведения. И предоставление приятных последствий после желаемого поведения на уроки, на занятии – это эффективная стратегия для того, чтобы ребенок был мотивирован выполнять наши инструкции. Какие бывают вообще классы подкрепляющих стимулов и что это такое? Мы говорили с вами о подкреплении. Подкрепляющие стимулы делят на два больших класса. Первый класс – это первичное подкрепление. То есть это то, что нужно организмам для выживания. Это класс, который одинаков у всех представителей определенного вида. Например, вода и пища. Если мы не будем вести себя определенным образом, чтобы их получить, то наша жизнь просто закончится. И вторичное подкрепление – это подкрепление выученное. Те, которые приобрели свою ценность благодаря ассоциации с другими, уже обладающими ценностью подкреплениями. Очень известный пример – это, например, деньги. То есть сами по себе бумажки или какие-то железные кружочки ценности не имеют. Ценности не приобретают, потому что мы можем, скажем, обменять их на какие-то первичные подкрепления. Мы с вами можем сделать предметы или события, которые не обладают подкрепляющими свойствами условным подкреплением. Например, по этой технологии действует любая система жетонов или любая система каких-то рейтингов. Когда мы, например, составляем тоже наиболее успешных учеников список по какому-то принципу и предоставляем подкрепление сразу после введения этого вторичного поощрения. Как найти подкрепление? Мне очень нравится цитата Дейла Карнеги о том, что люди редко добиваются успеха, если не получают радости от того, что делают. Я бы хотела еще раз, наверное, заострить внимание на важности вообще поиска подкрепления, потому что если у ребенка есть мотивация к учебным занятиям, то его намного проще обучать. И особое внимание еще до начала обучения, вот в прикладном анализе поведения, советуют уделить формированию именно мотивации, взаимодействия, мотивации к обучению. И прежде чем мы можем использовать какие-то подкрепления для усиления новых навыков и формирования нужного нам поведения, нам нужно определить, какие объекты или занятия могут стать поощрением для ребенка. И напоминаю, что подкрепление – это тот предмет или деятельность, с которым ребенок хочет получить доступ в настоящий момент и прямо сейчас. Правила выбора подкрепления. Ну, самое простое – это спросить у ребенка, если ребенок хорошо разговаривает, если он достаточно мотивирован на взаимодействие, то можно просто спросить, например, что ты хочешь после того, как мы сделаем задание по русскому языку или после того, как мы с тобой соберем пирамидку, и ребенок может вам просто сказать. Можно узнать предпочтения. Для этого спрашивают родители, опекунов, учителей, то есть тех, кто много взаимодействует с ребенком. Можно понаблюдать, с какими предметами ребенок чаще всего взаимодействует. При этом учитывают очередность выбора, то есть в первую очередь ребенок берет, например, машинку, во вторую очередь он берет, например, лизуна. Учитывают длительность взаимодействия, то есть сколько он может играть с предметом. И четвертый способ – это провести оценку предпочтений. Это когда вы из предметов или каких-то активностей, которые вам кажутся интересными для ребенка, предлагаете ему сделать выбор. И потом записываете, как-то себе фиксируете, например, что ребенок выбирает в первую очередь, что он выбирает уже из оставшихся игрушек. Можно выбирать, предложить ему выбор, например, из двух каких-то предметов, посмотреть, что он выберет. Можно из множества предметов. Ну и важно учитывать, что мотивация ребенка меняется, так же, как и наша мотивация. И если ребенок один раз мыльные пузыри выбрал и с готовностью взаимодействовал, получая потом мыльные пузыри взамен, это не значит, что он готов будет за мыльные пузыри взаимодействовать и все оставшееся наше время занятий. Как давать поощрения? Обязательно нужно быть на одном уровне с ребенком, то есть если ребенок маленький, то имеет смысл присесть на корточке, например. Проявлять искреннюю радость, давать нужно очень эмоционально. Не надо говорить очень громко или очень тихо, или очень монотонно. И поощрение рекомендую давать, когда мы с вами работаем над учебным поведением, не только за выполнение каких-то заданий, например, не только за то, что он нам показал кошку или собрал все предметы красного цвета. Мы можем просто дать поощрение за то, что он, например, сейчас хорошо сидит, за то, что он следует нашим инструкциям, за то, что он сейчас спокоен, то есть он не демонстрирует нежелательного поведения. Хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание на то, что если у ребенка есть какие-то особенности поведения, если он кричит, убегает, демонстрирует все то, что называется нежелательным поведением, то на занятии обязательно в момент, когда он красиво сидит, когда он спокоен, когда он внимательно слушает, его нужно за это поощрить и похвалить. Нужно использовать только то поощрение, которое подходит возрасту и уровню развития ребенка. Ну, например, у меня есть в практике мальчик, которому 16 лет, у него есть особенности развития, и он очень любит маленькие игрушки из киндер-сюрприза. Я стараюсь на занятии подобрать ему игрушки, которые больше подошли бы подростку. Например, уже не зайчика, а динозавра. Например, не мишку, а какой-нибудь там, не знаю, фимурку, какой-нибудь техники. Для того, чтобы он не так выделялся в сфере своих интересов среди сверстников. То есть он, конечно, выделяется, но, по крайней мере, если у него игрушки и предметы, которыми я манипулирую, будут интересны сверстникам, это будет уже хорошо. И всегда необходимо объединять игрушки и лакомства с похвалой. Я вам говорила о том, что существует два класса подкрепляющих стимулов. Первичное поощрение, то, что нужно для выживания вида, и вторичное поощрение. Вот похвала одна относится к вторичным поощрениям. И если ребенок находится на достаточно низком уровне развития, то есть если мы работаем с ним и даем ему подкрепление, например, в качестве подкрепления кусочек шоколада, то обязательно надо его хвалить, для того, чтобы первичное поощрение, получение лакомства, у него постепенно связалось с похвалой, и чтобы похвала тоже стала иметь свою какую-то подкрепляющую ценность со временем. Величина подкрепления. Это очень важный показатель, так как размер и интенсивность подкрепления влияют на мотивацию ребенка. Например, если мы попросили ребенка, скажем, подростка, расчистить дорожку от снега, ведущую в дому, и он расчистил только крылечко. Или мы его попросили это сделать, и он, например, расчистил всю дорожку, которая ведет к воротам. То есть это совершенно разный объем работы. Если мы, например, в первом случае пообещали ему 15 минут любимого сериала, то, наверное, если он сделал большой объем работы, то, может быть, мы должны пересмотреть как-то объем поощрения. Давая ребенку подкрепление в большом объеме, мы можем обеспечить активное участие, но в то же время, обратите, пожалуйста, внимание, это может привести к насыщению. Ну вот в предыдущем примере, когда, например, ребенок находится на достаточно низком уровне развития, и в качестве подкрепления мы можем использовать только какие-то лакомства, пищевые подкрепления. Но в таких случаях лакомство лучше, например, разрезать и давать кусочками. Не потому, что нам жалко дать ребенку целую шоколадку сразу за правильный ответ, а просто потому, что у него очень быстро наступит насыщение, и подкрепление работать в таком случае уже не перестанет. В идеале мы должны определить тот наименьший объем, то минимальную величину для того, чтобы стимулировать учебное поведение ребенка, для того, чтобы он продолжал активно отвечать. Но некоторые навыки могут быть в освоении более сложными для ребенка. И, конечно, если этот навык требует больших усилий, то логично будет предоставить ему и большее подкрепление. Например, если вы ребенка тренировали делать артикуляционную гимнастику, а потом перешли на тренировку, например, повторение слов, то этот навык для него будет более сложным и, может быть, имеет смысл, скажем, не только в этой ситуации, надуть мыльные пузыри, как вы делали за выполнение каждого упражнения, но, например, надуть много мыльных пузырей, взять какие-то особо большие мыльные пузыри, в общем, пересмотреть каким-то образом величину подкрепления. Также, если ребенок дает лучший ответ в сравнению с предыдущими попытками, тоже необходимо это зафиксировать большим количеством подкрепления. Так же, как когда вы работаете с ребенком, у которого есть нежелательное поведение, когда он его не демонстрирует, когда он спокоен, обязательно ему нужно предоставить подкрепление за нужное поведение, его похвалить. Так же и здесь, когда ребенок изо всех сил, например, решает примеры по математике или пишет палочки в прописях, вот за самую красивую палочку, за правильно решенный пример, обязательно нужно предоставить подкрепление большего характера. При этом поведение мы как бы фиксируем то, которое нам нужно. Предоставлять поощрение необходимо сразу. Вообще есть правило 3 секунд, когда в течение 3 секунд должно быть предоставлено поощрение. Особенно это правило важно для детей с особенностями развития, для детей достаточно сложных. Например, учитель говорит «покажи собаку», ученик показывает на карточку с собакой, учитель говорит «молодец», получаешь жетон, дает ученику жетон. Тут понятно, за что ученик получил жетон. И пример второй, когда учитель говорит «покажи собаку», ученик показывает на карточку с собакой и хлопает в ладоши. Учитель говорит «молодец», дает жетон. И в этой ситуации ученик может запутаться, за что он собственно жетон получил. То ли за то, что он правильно выполнил задание учителя, то ли за то, что он в ладоши хлопнул, то ли за то и за другое. У меня была ситуация в практике, когда я учила мальчика показывать части тела на себе. И в один из моментов, то есть он показывал части тела, а подкрепление для него в тот момент был шарик, который катался с горки. То есть он показывал части тела и успел постучать по столу, я ему дала шарик. Я потом вынуждена была переучивать, потому что он действительно запомнил, что нужно стучать, что шарик – это когда стучишь. Поэтому нужно успевать выстрадать поощрением. Поощрение предоставляется, безусловно, сразу, но не обязательно за каждый ответ. Когда мы учим ребенка какому-то новому сложному навыку, то мы, конечно, поощряем его каждый правильный ответ, каждую правильную реакцию. Но если навык становится уже знакомым, то поощрение мы предоставляем только после некоторых и не всех правильных ответов. Почему мы это делаем? Потому что если ученик уже правильно и быстро выполняет задания, то у него может уходить уже много времени на то, чтобы получить его вознаграждение. То есть просто будет очень низкий, например, темп урока. Он может начать отвлекаться, потому что мы постоянно-постоянно даем ему поощрение и подкрепление. Наконец, если поощрение становится менее доступным, то ему нужно приложить больше усилий, чтобы его получить. То есть большее количество практики необходимо сделать для того, чтобы получить поощрение. Ну и мы не всегда и не за все можем подкреплять ребенка, поэтому, конечно, наша задача перевести его на максимально естественный режим подкрепления. Поэтому после того, как навык стал достаточно доступным для ребенка, стал получаться легко, мы постепенно режим поощрения начинаем прореживать. Например, не за каждую первую, а за каждую вторую реакцию. Потом, например, за каждую третью правильную реакцию. И в этой ситуации нужно быть очень внимательным к поведению ребенка. Потому что если вы видите, что при прореживании режима подкрепления, например, резко падает качество ответов, если ребенок начинает отвлекаться, возможно, имеет смысл вернуться на более плотный режим подкрепления. Очень есть интересные режимы подкрепления, когда подкрепляются, например, не каждая вторая или не каждая третья реакция, а подкрепляются в среднем, например, каждая третья реакция. То есть можно подкрепить первую, потом третью, потом вторую, так, чтобы в среднем получилось число 3. В этой ситуации ребенок будет работать постоянно, потому что он просто не знает, когда он получит подкрепление. Так, вот переменные режимы подкрепления, про которые я уже начала рассказывать, это когда мы предоставляем подкрепление после нескольких верных вариаций, но не после каждой. И эта закономерность объясняет, почему дети продолжают реагировать на требования педагога, даже если они не получают подкрепление за каждый правильный ответ, просто потому что они не знают, в какой момент они его получат. И другое преимущество переменного режима – это возможность увеличить число реакций. Про это я тоже говорила, то есть ребенку нужно будет совершить просто большее количество попыток для того, чтобы получить подкрепление. Жетоны – это вариант сонно-вторичного подкрепления, которое нам тоже очень может помочь в практике. После того, как мы ребенка, скажем, приучили с нами заниматься, если он у нас работает на первичных поощрениях, на каких-то, например, на пищевых, ну, может быть, на каких-то сенсорных стимулах, имеет смысл ребенку вводить вторичное поощрение. Для чего? Для того, чтобы у нас была возможность, во-первых, поощрить большее количество реакций ребенка, для того, чтобы, если ребенок предпочитает, скажем, какое-то длительное поощрение, например, покачаться на качелях или посмотреть мультфильм, чтобы мы могли не после каждой правильной реакции ввести его к телевизору, а для того, чтобы он мог собрать какое-то количество жетонов. Как же эти жетоны сделать? На самом деле здесь может быть использован любой предмет, мелкий, монетка, наклейка, картинка на ленте липучки, магнитик и так далее, который выдается за желательное поведение. Ну и принцип тот же, когда ребенок собирает нужное количество жетонов, он отменяет их на поощрение. Жетоны часто используются в группах, в классах, мы их часто применяем на групповых коррекционных занятиях с ребятами. Позволяют использовать важные для ребенка, ну, как я уже сказала, занимающие много времени награды. Так, что нужно для использования жетонов? Нужны маленькие предметы, которые можно сосчитать. Нужна какая-нибудь дощечка или планшетка, на которой они размещаются. Нужно определить важное для ребенка поощрение, которое мы ему предоставим после того, как он соберет жетоны. И нужно четко определить для себя, за какое поведение ребенок получает жетон. Как ребенка обучают в системе жетонов? Ну, самый простой способ это рассказать о том, что такое система жетонов и за что он их будет получать, сколько жетонов ему нужно собрать и на какие поощрения он может отменять. Ну, это вариант для ребят, которых достаточно развиты и интеллектуальные возможности, и речевые, для того, чтобы с этой системой ознакомиться. Для ребят, у которых есть трудности и с пониманием речи, и с какими-то познавательными функциями, нужно сочетать жетоны с первичным поощрением или с любым другим поощрением на первых парах. Например, ребенок просто ставит магнитики, если вы их собираете на нужные места. Как только он магнитики собрал, он вам подает заполненную планшетку, вы даете ему воппен поощрение. И так несколько раз, для того, чтобы он запомнил, что для того, чтобы получить поощрение, он должен собрать, например, планшетку с жетонами. После этого вы, например, даете ему очень простое задание, которое он делать умеет и любит, например, хлопнуть в ладоши. Он хлопнул, вы ему даете жетон. То есть вы постепенно начинаете отводить очень простые задания и также продолжаете давать за них жетоны. Как их сделать? Ну, практически что угодно можно использовать в качестве жетонов, как я уже говорила. Единственное, они не должны быть слишком привлекательными для ребенка, чтобы он не увлекся манипуляцией самими жетонами, вместо того, чтобы взаимодействовать с нами или выполнять какие-то задания. Ну, вот примеры. Это кубики, магнитики, стеклянные шарики, можно просто ставить галочки на разлинованное, например, квадратики на бумаге, фишки для покера и любые другие маленькие предметы. Идеи для систем жетонов. Я собрала сейчас несколько слайдов, я их с вашего разрешения озвучивать не буду. Презентацию, я думаю, что возможность скачать есть у всех. Просто для того, чтобы у вас была какая-то возможность в дальнейшем, может быть, эти системы или идеи для систем жетонов использовать, я надеюсь, что вам это будет полезным. Поэтому смайлик я, системы я просто пролистываю. Очень интересная тема, как, собственно, усадить ребенка для занятий за стол. То есть, если к нам пришел ребенок, как я уже проговаривала, он может быть самого разного уровня развития, но который отказывается садиться заниматься. Понятно, что посадить ребенка, собственно, для занятий за стол, это вообще одно из важных направлений в коррекционной работе. Потому что, конечно, педагог, который работает с ребенком индивидуально, он может следовать за ребенком. Он может, пожалуйста, и заниматься с ним чтением на полу, и, не знаю, прыгать и называть животных на диване. Но наша цель все-таки вывести ребенка в наименее ограничивающую его среду обучения. То есть, эта цель, конечно, групповые какие-то занятия и в садике, и в детском, и в школе. Все они проходят за столами. То есть, ребенок должен уметь приходить за стол для занятий, он должен уметь туда садиться. Начинается с подготовки обучающей среды. Цитата Марка Твена, которую я бы хотела привести, о том, что работа и игра – слова, которые используются для обозначения одних и тех же занятий, но в разных условиях. И, опять-таки, возвращаемся к тому, что перед тем, как начать заниматься с ребенком за столом, нужно создать у него мотивацию к взаимодействию с педагогом. То есть, педагогу необходимо оставить для ребенка условным подкреплением. Если ребенок бежит на занятия, если он охотно взаимодействует с педагогом, то даже если, скажем, у ребенка был какой-то негативный опыт работать, например, с другим педагогом за столом, и он отказывается туда идти, то ради вот этого человека, который стал для него условным подкреплением, ребенок может согласиться попробовать. Подготовка обучающей среды. Нужно найти такое место для проведения занятия, где будет минимальное количество отвлекающих ребенка факторов. Окружающая среда не должна быть перегружена, поэтому желательно, конечно, расчистить, подготовить комнату или подготовить такой угол, где ребенок не будет отвлекаться. Расположить на столе рядом с педагогом любимые ребенком игрушки, еду, другие подкрепления, но расположить таким образом, чтобы ребенок не мог взять сам. То есть, все-таки подкрепление должно зависеть от педагога. Педагог должен контролировать обучающую среду. Организовать учебные материалы таким образом, чтобы вы могли быстрее ими пользоваться, чтобы у вас не уходило время на то, чтобы залезть, достать, чтобы у ребенка не было возможности из-за того, что темп занятия снизился, продемонстрировать нежелательное поведение или убежать. Потому что в таком случае вам необходимо будет прикладывать усилия. Как ребенка привезти за стол? Ну, прежде всего, нужно показать ребенку, что заниматься за столом – это весело, это вообще не страшно, и за это бывает много хорошего. Бывают и встречались в моей практике дети, у которых была очень такая негативная история, уже занятия конкретно за столом, которые отказывались туда приходить, и первой моей задачей было сделать стол приятным местом. То есть мы просто, например, садились за стол и играли, или просто садились и занимались чем-то для ребенка приятным, например, надували мыльные пузыри. Пригласите ребенка принести, например, свои игрушки, чтобы поиграть с ними просто за столом. Или сами перенесите игрушки за стол и покажите ребенку, что, пожалуйста, пойдем играть, мы будем играть вот здесь сегодня. Убедитесь, что у вас за столом поощрение более высокой ценности для ребенка, чем те, которые он может достать самостоятельно. Потому что если в доступе на ковре лежат его любимые игрушки, то ему смысла нет переходить с вами, взаимодействовать за стол, особенно если у него есть какая-то негативная история занятий. Ну и сделайте занятия веселыми, это, наверное, всегдашняя рекомендация. Как начать предъявлять требования к ребенку? Ну вот хорошо, посадили мы его за стол. Вот он там охотно, например, играет и надувает мыльные пузыри. Но мы же его все-таки посадили для того, чтобы он там делал какие-то задания. В рекомендациях указывается, что когда ребенок начнет стабильно приходить за стол и проявлять готовность к взаимодействию, то есть для него стол становится приятным местом, то нужно предъявлять к нему самые простые требования. Прежде чем давать задания, нужно убедиться, что у него нет доступа к каким-то предметам или занятиям, которые его будут отвлекать, и задания на первых парах должны быть очень простыми. Нужно предлагать задачи, которые ребенок уже умеет выполнять, потому что нашей целью является в данной ситуации не столько выполнение каких-то академических заданий и не столько обучения ребенка, на начальных этапах нам важно, чтобы ребенок приходил за стол и чтобы он там охотно с нами взаимодействовал. Поэтому начинаем предъявлять требования, но самые простые, самые легкие, чтобы ребенок понял, что это действительно не страшно, очень быстро и это достижимо. Если мотивация ребенка ослабла, ну, например, вот он с удовольствием с нами надувал мыльные пузыри, и шоколадка ему нравилась, но в какой-то момент он устал, и пузыри, и шоколадка перестали действовать. Здесь важно помнить, что наше поведение точно так же управляется теми же законами, что и поведение ребенка, и что для нас также является подкреплением, например, использованием мыльных пузырей. Если мы взаимодействуем с ребенком, надувая мыльные пузыри, и ребенок выполняет задание, то наше поведение тоже начинает подкрепляться. Мы тоже начинаем действовать стандартным образом, так как мы действовали для достижения цели, то есть для того, чтобы ребенок выполнял задание. И наше поведение подкрепляется ответами ребенка, поэтому мы, я уже сказала, продолжаем действовать одинаково, однообразно, в том числе, если мы видим, что ребенок начинает отвлекаться, его мотивация к выполнению заданий, к получению подкрепления начинает падать. И в этой ситуации, очень часто у меня такие случаи точно были в практике, возникает искушение попросить ребенка дать больше ответов. То есть вот он работает, вот давай еще, давай еще. Но в то же время, если мы пропускаем вот эти признаки падения интереса, то может возникнуть нежелательное поведение. К сожалению, такая ситуация очень негативно может сказаться на нашем дальнейшем взаимодействии, потому что если ребенок начинает отказываться от взаимодействия, он начинает, например, показывать нам, что он устал, там стекать под стол, убегать, как-то вырываться, просто перестает отвечать. И если после этого мы даем последнее поощрение и заканчиваем сессию, то мы подкрепляем поведение ребенка отказываться от заданий. То есть мы ему фактически показываем, каким способом он может избежать в дальнейшем нашего выполнения заданий. Поэтому очень важно заканчивать занятие на пике, то есть когда ребенок успешен, не поддаваться своему собственному, подкрепляемому поведению продолжать и продолжать занятия с ребенком. Остановить само время. Для того, чтобы ребенок получил честно заработанное подкрепление, для того, чтобы он ушел с ощущением, что у него все получилось. Заканчивайте на хорошей ноте. Как я уже проговорила, лучшим выходом в таких ситуациях это всегда остановиться, пока взрослый еще управляет ситуацией, и прекратить попытки обучать ребенка новым навыкам до того, как в его поведении появляются признаки утомления или того, что он устал от нашей мотивации, от поощрения, которое мы ему предлагали. Ничего страшного, если даже для того, чтобы закончить занятие, скажем, на хорошей ноте, мы немножко не доделали какие-то наши учебно-академические навыки, что-то сделать не успели. Более важным в этой ситуации, я считаю, то, что ребенок подкрепляет свою способность взаимодействия со взрослым, для того, чтобы он учится выполнять инструкции и задания. Ну и в идеале каждое занятие с ребенком должно заканчиваться на хорошей ноте. То есть останавливаемся, когда ребенок хорошо сотрудничает, и не доводим его до такого состояния, когда он начинает отвлекаться от заданий, прибегать к нежелательному поведению, чтобы ослабить наши требования. Это позволяет поддерживать мотивацию ребенка в дальнейшем с нами взаимодействовать. Очень важный вопрос, который, наверное, всех нас интересует, и который нам очень хочется вообще всегда у детей сформировать, и, наверное, это тоже одна из целей нашей коллекционной работы, это развитие внутренней мотивации. Когда мы, наконец, перестаем модерировать поведение ребенка извне, когда мы просто предлагаем ему задания, и он с нами занимается, потому что у него есть внутренняя мотивация это делать. Как же осуществляется этот важный переход? Ну, когда мы делаем поощрение самого педагога, само занятие или само общение. Поэтому все то, что я говорила до этого о том, как важно найти мотивацию ребенка, о том, как важно учитывать величину поощрения, режим поощрения, как давать поощрение, скорость его, и вовремя остановиться, не продолжать занятия до бесконечности, позволяет сделать поощрение само занятие или само общение с нами. Это еще один способ включения интересов и увлечения детей в сам процесс обучения. То есть если ребенок интересуется машинками, то мы можем, например, читать книгу про машинки, обводить машинки, считать машинки и так далее. Принцип, который говорит о том, что мы должны опираться на сильные стороны ребенка, дать ему быть успешным в классе. Например, если он хорошо читает, но ему трудно отвечать на вопросы, дать ему прочитать ответ на вопрос. Ну и постепенно после того, как ребенок опять-таки привыкнет с нами взаимодействовать и отвечать на наши инструкции, их выполнять, мы можем постепенно менять инструкцию, менять подкрепление для ребенка таким образом, чтобы все-таки вывести его на самостоятельные, например, ответы в классе. Превратить себя в обусловленное социальное поощрение. То есть ребенку должно нравиться, заниматься и общаться с вами. Ну это то, о чем я уже говорила. Гарантировать ребенку успех, вовремя останавливаться и убедиться, что все задания соответствуют его уровню развития. Бывает, что мы несколько завышаем, например, цели, с которыми мы работаем. Если у ребенка нет предшествующих навыков, то ему может быть просто трудно или невозможно выполнить наши задания. Поэтому необходимо также, чтобы цели, которые мы ставим, находились в зоне ближайшего развития ребенка. Обратите внимание, что если вы ребенку постоянно подсказываете, говорит о том, что цель тоже завышена. То есть все-таки уровень подсказок должен постепенно снижаться. Если этого не происходит, то нужно пересмотреть или цели, или сам формат обучения. И переход на естественное и социальное поощрение. То есть естественное поощрение – это то последствие поведения, которое следует в естественной ситуации. То есть, например, если ребенок учится говорить, и он сказал «сок», то естественное поощрение – это то, что он этот сок получил. Или если ребенок говорит «мне нужна помощь», то естественное поощрение – это то, что он получает помощь. А социальное поощрение – это похвала, улыбка, щекотка, большие пальцы вверх и так далее. Ну, собственно, вот в рассмотрении такой важной, трудной, но очень, на мой взгляд, интересной темы у меня все, я готова ответить на ваши вопросы. От Елены Валерьевны. Как поступить, если на занятия дети успешно выполняли задания, то заслужили вознаграждение, например, в виде конфеты, а один-два ребенка не хотели заниматься. Их оставить без конфеты? Получается, все, кроме одного-два, получат поощрение. Это будет правильно? Елена Валерьевна, вот чувствуется, что у вас был очень человек мягкий, добрый, очень любящий детей. Ну, на самом деле, вот по своему опыту групповой работы я могу предложить несколько выходов из ситуации. То есть, если для тех детей, которые на занятии были неуспешны, например, было достижимо получение этих конфет, то есть для них эти задания не были слишком трудными, если они физически могли удерживаться на месте, бывают дети с нарушениями внимания, с гиперактивностью, которые физически не могут выполнять наши задания, то для них имеет смысл рассмотреть, наверное, индивидуальную систему, какую-то поощрение. И если там, скажем, все ребятки сидят, все занятие хорошо, или там выполняют инструкции для долга, а Вася минуту посидел, попрыгал, потом посидел, попрыгал, то вот за это посидел, он и получает поощрение. Это одна ситуация. Если все-таки цель занятия была для детей доступна, но они по каким-то причинам, скажем, демонстрируют вам, что они выполнять не будут, то есть они отказываются от сотрудничества сознательно, при том, что могли выполнять все ваши условия, то на самом деле, честно, будет действительно детям в этой ситуации конфету не дать. То есть вы предупредили, правила показали, и все получили конфету, кроме ребенка, который отказался с вами сотрудничать, отказался выполнять задание, это будет честно и по отношению к нему, и по отношению к другим детям, потому что в этой ситуации он получает последствия своего поведения. То есть вы его тоже учите. Вы его учите, что если он не соблюдает учебные правила, то подкрепление не поощряет. Ой, извините, подкрепление не получает. У нас бывают такие ситуации в группе, когда ребенок может не получить подкрепление за какое-то задание, при том, что все его получают. Ну, в ситуации, когда ребенок действительно отказывается от сотрудничества, и если это сделать правильно, то это стимулирует ребенка выполнять задание в дальнейшем. То есть если ему интересно подкрепление, интересно поощрение, то он будет просто стараться выполнять ваши правила. Так, от Людмилы Витальевны. Если подросток демонстрирует инфантильное поведение, не свойственное его возрасту, какое тогда выбирать подкрепление? На тот возраст, который он демонстрирует, или на подростковый? Да, Людмила Витальевна, я поняла, что ваш вопрос, видимо, относится к пункту, который я приводила, о том, что подкрепления должны соответствовать возрасту. Но в моей практике мой супервизор советует выбирать, конечно, и там, и там. То есть подкрепления должны быть интересны ребенку, но по возможности приближены к возрасту, если у нас такая возможность есть. То есть вот с подростками, с которыми я работаю, я стараюсь подбирать материалы, хотя у них уровень развития речевого, скажем, позволяет им осваивать репку или колобок. То есть я беру какие-то комиксы простые и их адаптирую. Так, от Марины Владимировны. Как подкреплять хорошее поведение, если он после похвалы ведет себя безобразно? Марина Владимировна, скорее всего, для него похвала в терминах перекладного анализа поведения не являются подкреплением. То есть для него подкреплением является что-то другое, когда он ведет себя безобразно, что-то он получает за это поведение. На самом деле нужно разбираться, в каких ситуациях он себя ведет, скажем, нежелательно, для чего он это делает, то есть чего он достигает с помощью этого поведения. Потом искать подкрепление и продумывать систему коррекционной работы. Зоя Анатольевна, можно ли в группе с детьми трех лет, если два-три ребенка плохо занимались, лишить всю группу поощрения, объяснив всем, что Таня или Ваня не работали? Зоя Анатольевна, это очень интересная тема, тема моего следующего вебинара. Приходите. Здесь про систему работы в группе и про групповые договора. Здесь должно быть очень точно прописано и понятно детям. Система получения поощрения, тем более, если поощрение получает вся группа. Такая схема есть, она называется схема-герой, но ее достаточно много ограничений по применению. Приходите на следующий вебинар. Олеся Юрьевна. Какое поощрение можно сделать в среднем или старшем, извини, школы? Важное для ребят-подростков. В литературе я встречала, когда описывают работу со школьниками, например, какие-то дополнительные перемены. Я знаю, что есть у учителей какие-то бланки освобождения, например, от домашнего задания. Нужно на самом деле посмотреть, что было бы просто важным для ребят. Может быть, это какая-то совместная деятельность. Может быть, они будут зарабатывать на какой-нибудь поход в кино. Может быть, если вы прописали в течение занятия, скажем, систему поведения или какую-то систему мотивации, выстроили и рейтинг выстроили, то, например, первые три строчки рейтинга они делают домашнее задание. Или весь класс уходит на перемену на 5 минут раньше, если они успевают. Ну, нужно посмотреть тоже, поискать, что вашим ребятам было бы интересно. Виктория Федоровна, спасибо за отзыв. Можно написать, я дам координаты сейчас. Да, вот я пролистнула, спасибо, а то я забыла. Со мной можно связываться через все социальные сети, Facebook, VK, по имени, фамилии меня можно найти. Можно написать в Instagram. И у меня есть канал на Яндекс.Дзен, искусство работы с детьми. Я там иногда что-нибудь пишу или какое-нибудь видео публикую. И можно там тоже со мной переписываться. Лариса Анатольевна, как вы относитесь к поощрению в виде аванса? Ну, на самом деле, с точки зрения прикладного анализа поведения, это неправильно, потому что получается, что вы поведение-то само как бы не зафиксировали, то есть вы ребенку не показали, за что он его получил. Как выходить из системы подкреплений? Подкреплений дети ждут. Ну, Оксана Аркадьевна, тут зависит на самом деле, из какой системы вы выходите и возраст детей. Например, есть там прописанные критерии выхода из жетонной системы подкреплений. Если у вас жетонная система подкреплений, ну, да, один разговор, если у вас подкрепление, скажем, в естественном режиме, то там через прореживание режима вы уточните, пожалуйста, я не очень знаю, как тут ответить. Людмила Витальевна, на дистанте у подростков в 15 лет обнаружилась проблема с осознанным чтением. Они не понимают самые простые инструкции. Какие поощрения можно использовать? Ну, если у подростков в 15 лет проблемы с осознанным чтением, то вероятнее всего, и трудности понимания простых инструкций, то вероятнее всего ребята со снижением когнитивных каких-то функций, то есть это, видимо, снижение интеллекта, можно говорить, и речевых нарушениях. Но в такой ситуации, я думаю, что поощрение также мы должны использовать близкие по возможности к возрастной группе подростков, но все-таки адаптированные. То есть если это, например, чтение, то может быть комиксы для подростков, может быть, там, не знаю, просмотр клипов каких-то. На самом деле очень трудно рекомендовать поощрения дистанционно, потому что они всегда зависят от, как я уже говорила, важности для конкретного человека и на каждый конкретный момент. Но вот то, что надо учитывать, это то, что желательно, конечно, их приближать все-таки к возрастной группе и к половой принадлежности. То есть девочки, мальчики, у них все-таки поощрения тоже могут различаться. Оксана Аркадьевна, если родители против поощрений, как быть всей группе давать, а этому ребенку нет? Ну, на мой взгляд, крайне нечестная ситуация по отношению к ребенку, особенно если он все выполняет. Может быть, имеет смысл просто объяснить родителям, почему и как вы это делаете. Может быть, пригласить на занятия и показать. И вообще сказать, что они же ходят на работу за зарплату. Это классический вообще пример получения поощрения. Если они получают зарплату, почему ребенок не может? Если он прилагает усилия, старается, для него это действительно может быть большой труд. Гульнара Иславовна, для какого возраста можно применять? Ну, законы поведения, они работают для любого возраста. Как я уже сказала, мы тоже сами находимся в этой системе поощрений и тоже выполняем свою работу, получая зарплату. И, например, когда мы приготовили вкусный ужин, там семья может сказать, мама, как ты вот сегодня вкусно приготовила? И это тоже будет поощрение. Так, закончились ли вопросы? По-моему, закончились. Я очень рада, что для вас вебинар был полезным. Приходите на следующий. Насколько эффективно онлайн занятие ребенка с логопедом в свете отсутствия поощрений? Ну, Дарья Валерьевна, можно просто пересмотреть формат поощрений. У меня тоже был период около двух месяцев, когда я работала онлайн. Для многих ребят поощрениям, как ни странно, было, не знаю, какое-то интерактивное взаимодействие. То есть получение какого-то видеоролика, просмотра какого-то там интересного или смешного мультфильма короткого. То есть мы также собирали жетоны. Вера Викторовна, спасибо за ваше мнение. На самом деле, Выгодского я тоже цитировала в студиях. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok